МЕЧТА БУКИНИСТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ РУД ЧАСТЬ 1.1.1.0.1.0 Лениво нажимая на клавиши, Илюха потягивал через соломинку коктейль и периодически поглядывал на часы. — Так ты где жил, гражданин России? — допытывалась невидимая Эсмеральда, которую, как оказалось, звали Олесей. — Угадай с трех раз, — отвечал Илюха и снова смотрел на часы. Было желание взять телефон и набрать номер, но за последний час он это сделал трижды, четвертый раз было бы уже глупо. — Кажется, я догадалась, — следовал ответ, украшенный подмигивающей рожицей Анисмайла. — Молодец. Желания общаться не было. Было совершенно другое желание, которое при невыполнении вызывало довольно неприятную нервозность. Илюха снова смотрел на часы и материл тормознутого Жеку. — А сейчас ты в Швейцарии живешь? — Ага. — И как в Швейцарии? Лучше? — Похожая его собеседница, с которой он познакомился в каком-то российском чате, особым умом не отличалась. Разговор начинал утомлять. Плюнув на все, Илюха включил телефонный набор на ноутбуке, поправил фрихенд и ткнул пальцем в интерактивный монитор. Над предпоследней цифрой его палец замер. Через секунду в дверь его комнаты постучали. — Открыто! — крикнул Илюха. Дверь открылась. На пороге появился высокий парень с серегой в ухе и длинными патлами. — Хай, — Гай! — воскликнул он, довольно улыбаясь и проходя вглубь комнаты. Даже не глянув, что еще написала ему Олеся Эсмеральда, Илюха захлопнул крышку ноута и возмущенно заявил. — Чего так долго? — Ну вот так! — непонятно ответил Илюхин гость и швырнул на стол спортивную сумку. — Жека! — Ты когда-нибудь был в Японии? — спросил Илюха. — Ну, что ну? — Ну, не был, — пробурчал Жека. — Так вот запомни, что самураи за такие косяки делают себе сэпуку. — Чего делают? — не понял Жека. — По-русски харакири, — объяснил Илюха. И, чтобы было еще понятнее, показал рукой, как это делается. — Сейчас ты должен написать танка о том, как ты заставил друга ждать, как ты раскаиваешься и уходишь на вершину фудзиамы, где выпустишь себе кишки. — А-а-а! — Жека многозначительно кивнул головой и расстегнул молнию на сумке. Внезапно он остановился, несколько секунд о чем-то раздумывал, а затем неуверенно спросил. — Слышь, Илюха, а твой пахан вообще в курсе того, что ты мучишь? — Нет, — ответил Илюха и с подозрением глянул на Жеку. — А что? — Он перед отъездом ко мне домой приезжал, интересовался. Илюха на секунду замер, затем рванул джойстик на кресле и подъехал вплотную к парню. — Мой отец приезжал к тебе домой? — напряженно переспросил Илюху у своего друга. — Сам приехал к тебе домой? — Чем он интересовался? — Да все нормально, — Жека попытался отмахнуться. — Спрашивал, чем ты сейчас занимаешься и все такое. — Он что-нибудь знает? — Да ничего он не знает. Он просто... — Жека, подумай хорошо, — Илюха ткнул своему гостю пальцем в живот. — Если мой отец узнает о том, что мы собираемся замутить, он мне голову оторвет. — Да все нормально, — Жека пригладил волосы, затем полез в сумку. — У тебя нервоз, похоже. Сейчас Илюха молча наблюдал за тем, как Жека извлек из сумки коробочку, открыл ее, вытащил оттуда небольшую фарфоровую фигурку старика, открутил ей голову и посыпал на стеклянную поверхность стола измельченную траву. Господин Башковитый Травунецкий прибыл из России в Швейцарию, громогласно объявил Жека и горделиво посмотрел на Илюху. Однако Илюха не поддержал веселья своего друга, ответил ему мрачным взглядом и ничего не сказал. Только пальцы нервно постукивали по обтянутому кожей подлокотнику. — Слышь, Илюха, — Жека успокаивающе поднял руку, — даже если твой пахан узнает, что мы продаем всякую херню, что он тебе, Жека, может сделать. Да он только Жека порадуется за своего сына, что тот «Жека!» — заорал Илюха, резко подавшись вперед. — Торговля БТРами — это не херня. Если это выплывет наружу, у отца будут огромные неприятности, а если у него будут неприятности, он и тебя, и меня с говном смешает. Так что заткнись, забивай и не делай мне нервы. Жека пожал плечами, но спорить не стал. Илюха развернул кресло к столу, вытащил из Жекиной сумки толстую кожаную папку и отъехал к окну. Там он раскрыл папку, мельком взглянул на листки, а затем уставился в окно. Несколько недель назад врачи сказали его отцу, что у него, у Илюхи, есть шанс встать на ноги. Крохотный шанс, что-то вроде одного к тысяче. Но он был. Именно поэтому Илюха остался здесь, в частной клинике, и, судя по всему, ему предстояло провести здесь еще много времени. А делать было ровным счетом нечего. Сначала он крутился на нескольких виртуальных биржах, но особого интереса это занятие не вызвало. Столкнувшись разок-другой с местными акулами и потеряв за несколько минут все, что было нажито за неделю, Илюха бросил это занятие. Подняв свои прежние связи, он подписался на одно сомнительное, но обещающее быть прибыльным дельца. Жека, один из старых друзей, помог зарегистрировать фирму в России, оформив нужные бумаги. И вроде бы ничего не мешало загнать полякам несколько десятков списанных БТРов и нажить на этом деле почти полмиллиона зелени. Только вот что-то свербило в душе и не давало покоя. Рассказ Жеки о странном визите отца только подлил масло в огонь. Если отец узнает, что Илюха, пользуясь его фамилией, получил под сделку с поляками кредит на два лимона баксов, если отец узнает, что его сын переправляет соседнее государство БТР и под видом металлолома, Илюха поежился и зажмурился, словно это могло помочь не видеть нарисованную сознанием картину. Еще несколько дней, несколько дней, пока российские вояки оформят нужные бумаги и передадут БТР и фирме Канит, которая перевезет их в Польшу, получит деньги и сразу же закроется. Потом, потом видно будет. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...